В августе в Вьетнаме пройдут престижнейшие ежегодные соревнования роботов и в них примут участие ростовчане. Сегодня у нас в гостях руководители ростовской команды робототехников ДГТУ. Алексей, здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Действительно, наша команда заняла первое место в соревнованиях по России и получила право представлять Россию на международных соревнованиях роботов. Мы поедем буквально через пару недель во Вьетнам, где примем участие среди 18 ведущих стран мира в область робототехники. Что соревнования, что там показывают и в чем соревнуетесь? Соревнуются студенческие команды в разработке роботов. Ежегодно в августе дается заведание на следующий сезон. В течение года ребята должны разработать и собрать роботов, которые выполняют максимально большое количество этапов. Ведущая команда выполняет зачастую все этапы, которые задуманы. Второй эшелон может выполнить какие-то элементы, какие-то элементы выполнить, какие-то элементы нет. Победитель определяется по итоговому количеству баллов либо по времени выполнения всего задания. Но это уже не первое ваше участие, да, в том году, насколько я знаю? Да, в том году мы также заняли первое место по России и ездили в Гонконг, участвовали в подобном соревновании. Тогда команда не прошла в группу, заняла где-то, вошла в первую десятку по набранным баллам, но не дальше. В этом году, надеемся, результат подтвердить. С чем связана такая вот разница? В первую очередь с отсутствием опыта. Соревнования идут уже порядка 13 лет. Если посмотреть видео даже пятилетней давности, то сложность заданий, сложность конструкций, они на порядок меньше, чем сейчас. Соответственно, там у команд, у руководителей команд, у студентов накоплен огромный багаж знаний, опыта, полуготовых конструкций, узлов, и так далее. ДГТУ участвует всего лишь второй раз, Россия, в принципе, третий. Соответственно, в России пока нет накопленного опыта, который бы позволил на таком же уровне выступать на соревнованиях. А сколько всего российских команд участвуют? В этом году участвовало всего три команды на соревнованиях. В том году вообще две было. А где набираетесь опыта и вообще где берете идеи? Частично заимствуем из опыта предыдущих участий в соревнованиях. В частности, мы переняли идеи с использованием пневматики в роботах. В том году мы уже подумывали о том, чтобы воспользоваться. Мы посмотрели ролики в интернете и видели, что почти все команды ее используют, но у нас не было возможности ее поставить. В этом году возможность нашли. Что за робота будете показывать в этом году и что он умеет? Значит, будем показывать не одного робота, а двух. Это по регламенту соревнований. Команда должна сделать именно двух роботов. Один робот частично управляется оператором, частично работает автономно. Второй робот работает полностью самостоятельно. То есть у него изначально заложена программа, которую он должен выполнить. По заданию соревнований роботы должны перемещать символические объекты по полю. Из одной из зоны поля в другую зону. Плюс передавать их между собой и в финале должны забросить деревце на импровизированную луну, которая представляет свою площадочку на подставке. Значит, сложность последнего этапа заключается в том, что нужно попасть в полуметровый диск с расстоянием в 6 метров. У баскетболиста луноход, да? Да. Ну, тут не просто баскетболист. Дерево после попадания на эту площадку должно остаться там. То есть это даже не баскетбол. То есть нужно не просто попасть, а нужно еще попасть так, чтобы она осталась на месте. Сложная задача. Желаю вам удачи. Я думаю, что все получится. По крайней мере, будем надеяться, что в группу вы попадете и дальше будет только... Будем надеяться. Рост и рост. Спасибо.